добрый день друзья зрители неоднократно меня спрашивали о том почему и что такое тот гул земли который внутри был обнаружен людьми которые бурили кольскую сверх глубокую скважину напомню обстоятельства небольшие этого дела в одно время несколько лет тому назад несколько десятков лет тому назад на кольском полуострове некие научные или около научные силы решили обнаружить отыскать вход в подземные царства портал по нынешнему сегодня говорим мы вот именно так а раньше говорили там какие-то научные исследования проводим мол и вот они эти люди стали бурить скважину пробурили добурились до глубины 12 с половиной тысяч метров метров это небольшая глубина но это все-таки достаточно значительная глубина и самое интересное чем закончился этот проект тем что шахту эту замуровали заложили сверху залили там чем-то ну так чтобы доступа никакого не было причина оказалась публичная причина оказалась в том что в эту шахту были спущены микрофоны и они эти микрофоны услышали лязг работающих механизмов ну или по крайней мере звуки были записаны именно такие которые похожи были на лязг работающих механизмов и еще истошные такие знаете звуки которые были восприняты теми кто их прослушивал как звуки ада звуки ада вот это все в совокупности очень сильно испугало исследователей как они говорили и писали тогда в те годы многочисленные были статьи на эту тему выступления были на эту тему ну и решили этот проект прикрыть на самом деле никто так и не смог объяснить что это были за звуки о чем они могли бы нам сказать рассказать и насколько они были опасны или наоборот может быть знаете отпросился суда с какими-то благими целями если они конечно в этом случае существует но короче возникла вот такая проблема ее просто залили условно говоря бетоном забыли и закрыли этот много стоящий проект я наблюдал за этим проектом несколько вот этих десятилетий что прошли после него и естественно думал о том что это могли быть за звуки конечно никакого ада для нас для вот таких людей которые воспитаны в советском союзе там быть не может и не могло для верующих может быть там есть от но верующие всегда говорят что все эти их конструкции как бы на небесах или где-то еще или в ментальном пространстве человека нынешние исследователи говорят что ад и рай это те конструкции которые плетет наше с вами сознание я например согласен как раз с этими моментами что от находится в голове у каждого и он представляет собой те страхи и те мучения которые создает себе сам человек своими помыслами мыслями и последствиями тех поступков которые он совершил положительными отрицательными и так далее может быть это правильно потому что никто доказать этого не смог но версии вот такие есть но есть еще одна версия того происходящего на кольской сверх глубокой до чего как говорится ученые докопались то есть вот эти гулы вот эти звуки которые они фиксировали их можно интерпретировать более человеческим сознанием то есть нашим пониманием и сейчас я это для вас попытаюсь коротко сделать моя концепция которую я вам уже неоднократно докладывал конструкции солнечной системы она предполагает то что солнечная система это единственная земля единственная земля как образование конструкционное образование то есть планета в которой есть определенные слои есть определенные конструкции внутри снаружи и так далее так вот солнечная система это одна земля а планеты которые в солнечной системе мы вот как бы видим наблюдаем ну как нам по крайней мере говорят наблюдаем через телескопы эти планеты находятся на самом деле внутри земли внутри нашей земли и является ее предыдущими стадиями точнее те планеты которые от земли во вне солнечной системы то есть во внешние области как мы сегодня понимаем это прошлые стадии нашей земли а те которые планеты внутри ближе к солнцу на нашем небосводе те которые мы естественно видим или которые нам показывают демонстрируют о которых нам рассказывают это будущее нашей земли это будущие слои которые время еще нанесет на поверхность нашей планеты и вся вот эта конструкция солнечной системы это одна единственная земля ее ипостаси послойно скрыты внутри или будут осажены сверху снаружи и мы в этой конструкции живем как в настоящем времени и если мы захотим полететь ну например на марс на юпитер вот в эти прошлого времени уже планеты то мы должны будем реально копать внутрь нашей планеты в слои которые находятся под нами наша это настоящая а марс и далее планеты вовне которые в солнечной системе это прошлое нашего с вами бытия они находятся у нас под ногами и что интересно эти планеты они солнечной системе и в нашей земле расположены по одному очень интересному принципу чем ближе к земле то есть к поверхности земли или по солнечной системе космической ближе к земле к траектории земли к орбите земли тем более скажем так живые и более похожие на нашу с вами планету эти самые планеты то есть марс практически как наша с вами земля только без растений вот такой он красненький там немножко синенький пустыни каменные ну и тому подобное если будем дальше идти юпитер он уже более скажем так ожиженный более ожиженную у него атмосфера есть ядро твердое какие-то там бушуют ветры и различные циклоны течения и всевозможные вещи дальше если мы идем туда сатурн еще более жидкостный а дальше идет уран который представляет собой ну скажем так воздушный шарик который очень плотный и с каким-то там каменным вроде бы как ядром ну и так далее и так далее и так далее и последний вот в этой стадии плутону среди наших планет которые нам известны плутон он представляет собой сгустки льда льда не такого как мы привыкли его понимать а льда который ну скажем так ископаемый лед и вот этот плутон он назван таким образом что он является синонимом планета является синонимом бога который ходил в ад и последнее последний загородка которая стоит там уже за плутоном она называется пояс койпера она буквально представляет собой ледяную сферу изнутри то есть если бы мы подошли с вами туда и попробовали ее на ощупь своими руками то мы бы ощутили ее как лед лед причем такой достаточно плотный через который мы пройти не можем можно даже назвать в каком-то смысле что это какой-то некий такой купол и потом если мы пояс койпера преодолеем то мы выйдем с той стороны она будет горячая и она окажется центром нашего солнца из которого мы вышли но вот это движение которое я вам описал оно обратное во времени то есть мы как бы если летим в солнечной системе мы движемся в прошлое если мы этот же путь совершаем но в реальности не среди образов потому что планеты это образы нашей земли которые сфотографированы были в свое время и улетели в прошлое удаляются от нас это физика восьмого класса все ее давно знают и проходили просто сознание наше слабо может переключаться на подобные временные характеристики и вот поэтому то я вам часто ее докладываю эту модель чтобы вы ее осознали мне тоже тяжело ее осознать но я понимаю что она верная то есть образы которые мы с вами видим в виде планет они существуют вот в этом космосе летят там где-то в каком-то пространстве но это картинки это картинки это тоже самое как радиоволны которые испускает наша останкинская башня она же эти спускает сигналы картинки фильмов которые она транслирует еще каких-то мультиков различных репортажей вот они летят на этих различных электромагнитных волнах и мы своими приемниками телевизорами и тому подобными можем считывать эти улетевшие изображения воспринимать их как реальные образы мы же смотрим по телеку вот до нас дошел сигнал мы смотрим на телевизоре мужик там или женщина что-то вещают нам мы смотрим любимый фильм и так далее и чем дальше от останкинской башни улетает это электромагнитная волна тем дальше она несет образ который ею запечатлен и тем дальше мы можем оказаться с вами и воспринять этот образ или пусть он к нам вернется сюда но отраженным через какое-то время вот так строится образы планет которые летят условно конечно в космосе а физически эти планеты так чтобы это была материальная прощупка этого состава они находятся под землей вот этими пластами которые ходят туда глубину и последний туда пласт последний самый дальний это тот самый пласт который мы называем в космосе плутоном плутон это последняя донная планета и плутон это сегодня по классификации та планета который к нам показывается из того придонного самого глубинного ада который там и существует и если мы отсюда в прошлое двигаемся в глубину нашей земли то мы двигаемся по времени туда назад вспять и мы попадаем в прошлые эти слои которые для нас ледяные потому что мы вся земля и вся наша жизнь формировались вот из того ледяного скажем так перехода вакуума или эфира который состоялся на первых порах нашего с вами фрагмента или этапа игры вот как она устроена наша земля ну а в будущее это туда вверх эти слои должны еще нападать должны еще остаться какие-то останки от нашей реальности вот они тогда и сложат это будущее почему всегда говорят люди что будущее еще не наступило оно еще неизвестно но много вариант на да действительно так прошлое осаждается всеми этими останками остатками нашей деятельности не нашей деятельности деятельности планеты а будущее оно из вариантов складывается и появляется уже новыми напластованиями материи и других элементов так вот когда мы представьте себе садимся не на космический корабль чтобы лететь от образа к образу в космическом пространстве а садимся на какой-то бульдозер условный и начинаем бурить нашу землю чтобы попасть ну например на тот же плутон то мы бурим эту самую скважину и попадаем последовательно в какие-то слои мы проходим через эти слои нашей земли и каждый слой соответствует не просто планете которая находится с нами сегодня в одном измерении временном и материальном а эти пласты соответствуют еще и временным этапом то есть если мы добираемся в глубину там насколько-то сотен или тысяч метров или километров до какого-то уровня то мы встречаем там свое прошлое на уровне например сатурна юпитера допустим ура но чем в глубже тем более в прошлое мы проникаем и когда мы достигаем самого низкого пласта из возможных то мы попадаем с вами на плутон и плутон это та область которая является в моей концепции и в концепции астрономов плутон является тем телом которое перемещается и ходит в ад поэтому когда бурильщики добурились до нижних слоев может быть они попали как раз на эту самую планету на планету плутон который находится под нашими ногами это в метрическом пространстве то есть пространстве метров и расстояний но также они попали еще и в прошлое они попали туда в прошлое и вот здесь очень интересно то есть физически да они докопались плутон да действительно там есть от да действительно плутон олицетворяет в нашем понимании с помощью конечно астрономов которые давали ему такое наполнение понятия он олицетворяет от и дорогу в ад или туннель в ад или врата в ад а самое интересное откуда вот эти звуки появились так вот интересная штука в том что очень многие эксперты которые или скажем так даже не эксперты я неправильно произнес очень многие люди которым посчастливилось удалось или случилось попасть туда в прошлое в прошлое то они были удивлены следующему когда идет движение по времени в прошлое не знаю как в будущее я таких людей еще не встречал а вот те которые в прошлое ходили я таких людей встречал и они все как один говорят что при перемещении в глубину пластов происходит истечение какого-то гула этот гул заполняет полностью уши и этот гул крутится и крутится в голове он просто как говорится нагнетается какой-то непонятной силой и когда достигаешь какого-то уровня того прошлого куда ты так скажем телепортировался или транспортировался то гул прекращается ты как бы смотришь по сторонам и делаешь что для чего-то туда явился вот в эту стадию прошлого а потом ты возвращаешься назад уже без таких вот гулов но гул этот сопровождает всегда когда человек когда человек движется или какое-то может быть его материальное представительство как например бур с микрофоном или что-то типа этого когда это материальное явление туда двигается внутрь пластом земли оно попадает как раз туда в прошлое и оно движется по времени сквозь слои движение по времени сквозь слои оно и порождает вот этот самый гул и здесь я могу вам напомнить некоторые явления впервые это явление появилось я не знаю когда но вот несколько лет тому назад было очень много таких вбросов и свидетельств которые показывали нам что да действительно в разных точках нашего мира на разных совершенно условиях и в канадской тайге и среди городов и еще где-то были зафиксированы такие явления которые были названы гул земли чё за а Субтитры делал DimaTorzok 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 Интересно, что это может быть? Субтитры делал DimaTorzok Вот этот гул Земли, он был настолько страшен, он был настолько необычен, он был настолько, ну скажем так, чудесен, что люди просто не понимали, как его объяснить. Сегодня объяснения нет. И я считаю, что вот мое это объяснение одно из возможных, которое может объяснить этот гул Земли тем, что в этом месте каким-то образом то существо, которое там находится, ну например, какой-то человек, он осуществляет своей психикой или какими-то другими технологическими данными движение внутрь Земли в прошлое. То есть буквально он находится перед вами, вот так же, как я перед вами, но в данный момент он перемещается в прошлое. То есть он перемещается сквозь слои Земли и он сопровождается этим самым звуковым изображением того перемещения, которое происходит во времени. Может быть сама Земля выталкивает оттуда изнутри свои временные слои, ну вот как, например, горы растут, еще что-то. То есть она как бы изнизу, снизу оттуда переходит в нашу с вами реальность, и если человек стоит на поверхности Земли в настоящем, то прошлое может его настигнуть и из глубин Земли подойти достаточно близко. И вот это перемещение прошлого, точнее не перемещение, а приближение, когда прошлое к вам приближается, с точки зрения самого человека, который является наблюдателем в данной ситуации, оно может быть интерпретировано именно как путешествие его ближе к прошлому, то есть в прошлое, и, естественно, может сопровождаться вот этим гулом, который человек воспринимает как гул Земли. Я однажды зафиксировал такие звуки, я представляю вашему вниманию их. Спасибо. 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 , что я просто не знаю, что их издавало, потому что там чистое поле, в этом чистом поле таких источников колоссального звукового давления просто быть не может. Может быть они какие-то там секретные или какие-то бункера где-то что-то там и поют под землей или издают, я не знаю, но я их не видел на поверхности, и насколько я знаю эту местность, там вроде бы ничего нет. Но звуки они зафиксированы, они такие же как обычно фиксируют их и называют гулом Земли. Поэтому я думаю, что тогда, когда находился я вот в той локации, где были зафиксированы эти звуки, тогда и происходило мое, может быть, перемещение в прошлое, потому что я, может быть, в этот момент думал о каких-то исторических фактах. Да, я действительно в тот момент работал над исторической книгой, над какими-то вот этими проектами исторического временного характера, и мое сознание могло двигаться туда, куда-то в глубину, и звуки эти могли рождаться вот от этого путешествия по времени. Может быть, это было так. Я это зафиксировал для вас, а уж там, как и остальные люди, слышали они эти звуки или нет, я, честно говоря, не знаю. Но то, что камера их зафиксировала, это факт, и он уже как бы совершенно не стираем. Поэтому подытоживаю. Я считаю, что вот то, что произошло с Кольской сверхголубокой, этот процесс бурения туда в глубину, он фактически являлся полетом в космос, только не в тот космос, который открыт над нами, так скажем. И полет этот был не среди образов планет, а реально внутри планеты, по тем слоям, которые и являются предыдущими стадиями Земли и теми самыми планетами Солнечной системы, которые идут от Земли вовне, в сторону пояса Койпера. И это путешествие, оно реально было по времени в прошлое. И когда человек или что-то двигается материально по времени в прошлое, это движение всегда сопровождается гулом времени. Гул времени – это и есть то самое явление, которое мы фиксируем иногда, как гул Земли, как процессы, которые нас пугают, удивляют, чаруют и оставляют в каком-то неведении. Это мое объяснение, не знаю, правильное оно или неправильно, время покажет, я вам его выдаю на ваш суд. Рассматривайте это явление и оставляйте свои комментарии под видео.